Всем привет! В эфире Универньюз. С вами я, Аделя Шамилова. Итак, сегодня выпуски. Исследование ученых КФУ получит грантовую поддержку президента Российской Федерации. Чем обернется конфликт между США и Ираном? Более миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии. 2020 год начался для ученых Казанского федерального университета с очередных побед. В число победителей конкурса на гранты президента Российской Федерации вошел старший научный сотрудник НИЛ «Нутрипластовое горение» Ирик Мухаммаддинов. Все подробности смотрите в нашем сюжете. Исследование ученых Казанского университета получит грантовую поддержку президента Российской Федерации. Научная работа направлена на создание новых реагентов для повышения нефтеотдачи. Проект, который был поддержан грантом президента Российской Федерации, называется «Превращение смориста асфальтояных веществ в процессе гидротермальных каталитических процессов». Общеизвестно, что при паротепловых технологиях у нас протекает процесс химического преобразования смориста асфальтояных веществ, то есть это самых тяжелых компонентов высоковязких нефтей. Проект направлен именно на установление вот этого механизма преобразования тяжелых компонентов, установление направленности именно преобразования. Работа отражает аспекты действия разнообразных катализаторов, которые обеспечивают интенсификацию химического преобразования тяжелых углеводородов непосредственно в пласте. Новизна заключается в том, что впервые установлена будет направленность, то есть в лучшую сторону, в худшую сторону. Молекулы будут построены с использованием программного комплекса, рассчитанных минимальной истерической энергии, в которых находятся вот эти самые молекулы. Это будет установлено не только для какого-то нефти, одного какого-то месторождения, но также будет для, например, мы работаем с кубинским месторождением, с китайским месторождением. Поддержка университетских проектов грантовыми программами – уже устоявшаяся практика. Ученые эффективно разрабатывают уникальные катализаторы, которые не только весьма эффективны, но и экономически выгодны. Будет очень много прикладных методов, инструментальных методов исследования, в частности, это икоспектроскопия, метод определения молекулярной массы, естественно. Икоспектроскопия будет приниматься для определения структурно-группового состава. Валерия Муратова, Фарид Захидоглы, Универньюс. Конфликт между США и Ираном, вызванный убийством иранского генерала в Багдаде, разгорается не на шутку. Чем обернется противостояние и как оно повлияет на экономику России, расскажем в нашем следующем сюжете. 3 января в аэропорту Багдада по личному приказу президента США Дональда Трампа убит ракетой с беспилотника иранский генерал корпуса стражи Исламской революции Касем Сулеймани. Дональд Трамп заявил, что американские военные убили командующего элитным иранским спецподразделением Касема Сулеймани, чтобы остановить войну, а не начать ее. Касем Сулеймани был убит, и его кровавое буйство закончилось навсегда. Он планировал атаки на американцев, но теперь мы убедились в том, что его мерзостям пришел конец, во имя добра. Он планировал крупное нападение, а мы его остановили. Для Трампа устранение Сулеймани – очень эффективная акция, которую можно красиво подать. Перед выборами президента это был бы приличный подарок демократам. Трамп, он пытается, на мой взгляд, набить себе политические очки. У него скоро выборы, а точнее осенью этого года, уже 2020 года, и ему необходимо показать перед элитой, американской элитой, перед американским обществом, что он сильный и волевой человек, и поэтому он нарабатывает себе некие политические очки. Это можно выявить по сравнению с деятельностью, наверное, можно сказать, про Буша-младшего. Он тоже объявил войну Ираку, и вследствие этого получил возможность занять второй срок. То есть он был избран президентом на второй срок. Тут то же самое, скорее всего, хочет сделать Дональд Трамп. Ждать ответ на удар долго не пришлось. Две военные базы в Ираке, где размещены силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани. Так или иначе, обошлось без жертв, как со стороны армии США, так и со стороны иракских военнослужащих, размещенных на тех же базах. Была осуществлена атака Ираном на американские базы, но при этом американские солдаты не пострадали. Почему так получилось? Во-первых, Иран предупредил Ирак, Ирак передал информацию американцам, а американцы вывели свои войска с атакуемых баз. Отсюда сделаем вывод, что прямая такая агрессия со стороны Ирана не была осуществлена. Если бы Иран хотел очень уж прямо сильно насолить американскому государству, то она бы действовала через своих прокси. После удара Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором заявил, что никто из военных США не погиб, и анонсировал жесткие экономические санкции против иранского режима. Он не упомянул военный ответ, хотя ранее обещал нанести удары по 52 целям в Иране с применением новейшего оружия в случае какой-либо военной атаки со стороны Тегерана. По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. Какая стратегия у Трампа? Что он доказывает свою политическую волю, что он готов к серьезным действиям, но при этом он не допускает потерь со стороны американских граждан. То есть ему нужна поддержка для населения, поддержка для того, чтобы выиграть следующие выборы, то есть приближающиеся. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке, вызванные конфликтом США и Ирана, выросли и мировые цены на нефть. С экономической точки зрения для России это выгодно. Вы видели, как подскочили цены на нефть Брэнд, и она впервые с 2018 года преодолела отметку на 70 долларов. То есть вот это противостояние между США и Ираном с точки зрения экономики, российской экономики, она благоприятна. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюс. В Австралии продолжаются массовые лесные пожары. Считается, что сезон 2019-2020 годов стал самым трагическим за всю историю наблюдений. В декабре правительство нового Южного Уэльса объявило чрезвычайное положение в штате в связи с рекордной температурой, длительной засухой и обострением бушующих пожаров. Об их причинах и последствиях наш следующий сюжет. Масштаб пожаров значительно превышает средний показатель во время ежегодного сезона засухи, которое длится с декабря по март в летнее время в Австралии. Главными причинами пожара стали рекордные жара и засуха, частые удары молнии во время гроз в регионе, непреднамеренные и преднамеренные поджоги, а также положительный диполь Индийского океана. Это феномен, который влияет на климат континента и других частей суши, которые окружают его бассейн. У нас аномальное тепло, а там лето. В Австралии сейчас лето. И температура плюс 40 градусов. Вот поэтому так происходит, как в нашей Сибири. Лето было жаркое, и 3 миллиона гектар лес, так сказать, сгорело. А там уже побольше. Там порядка 4 миллионов, а площадь, занятая пожаром, порядка 5 миллионов гектар. В гектарах, правда, у него такая особенность. Как сообщил 8 января 2020 года эколог из университета Сибири Крис Дикман, количество животных, погибших во время пожаров, превысило миллиард. Огонь уничтожил 6,3 миллиона гектаров лесов, а также более 2500 строений. Погибло 25 человек. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. В Австралии сейчас из-за того, что там установился антициклон стационарный типа такого, который у нас был в 2010 году, и у нас в 2010 году температура поднималась до 38-39 градусов у нас здесь в Казани. Вот там уже этот период достаточно длительный, и огнем охвачено около 4 миллионов гектаров. Для сравнения скажу, что в Сибири, в нашей Сибири, огромной Сибири, в этом году пострадало 3 миллиона гектаров от пожаров. А там уже площадь сейчас начинает приближаться к 5 миллионам гектаров. То есть получается гораздо больше площадь, чем у нас в Сибири, гораздо более высокие температуры. Ну и к тому же вот эта часть Австралии, она очень сильно заселена вот как раз и животными, и людьми, и так далее. То есть там, безусловно, потери гораздо более высокие, чем у нас в России. Индоокеанские диполи возникают вследствие разных температур поверхности воды, западной и восточных частей Индийского океана. И до недавнего времени был одним из самых существенных и одновременно наименее понятных природных явлений, влияющих на климат Австралии. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях и оставайтесь всегда в курсе свежих новостей. До новых встреч!